Последствия введенных против нашей страны санкций продолжают сказываться на самых различных сферах. Так, Россия уже столкнулась с дефицитом анестетиков для животных. Ветеринары ощущают заметное сокращение предложений на рынке. Наша съемочная группа разбиралась в причинах такой ситуации в вариантах решения проблемы. Ветеринария стала одной из сфер, которую затронули западные санкции. В частности, возникла угроза дефицита препаратов для анестезии. Дело в том, что на рынке превалирует зарубежная продукция. Однако теперь импорт застрял на границе. Месяц назад, получается, стали проблемы с наркозом. И вот до сих пор наркозопоставщиков нет. Ни газового наркоза, ни инъекционного. Говорят о том, что машины стоят на границе, а машины не пропускают. Перейти на отечественные препараты практически нереально. Они содержат наркотические вещества и поэтому запрещены в отечественной ветеринарии. И даже если вето будет снято, то едва ли какая клиника сможет получить лицензию. Сейчас даже у тех, кто сделал запасы, анестетики закончатся через месяц-полтора. Если логистика не восстановится, то, по оценкам Анны Дроздовой, ее центру придется отменить до половины операций с полной анестезией, которых в день и так бывает до десятка. Можно делать эпидуральную анестезию. В любом случае, конечно, будем как-то пытаться выходить из этой ситуации эпидуральной анестезией. Но опять же, нужно тогда помимо эпидуральной анестезии, которую мы можем сделать, нам тогда параллельно нужен будет еще газовый наркоз, с которым тоже, соответственно, проблема. Другой проблемой стал резкий рост цен. Например, на противоклещевые препараты. А ведь укус этого паразита чреват заражением такой опасной инфекции, как пироплазмоз. И не стоит утешать себя мыслью, что с вашей собакой или кошкой такого не случится. Болеет очень много животных. Сейчас в клиниках поступает очень много животных. И, соответственно, мы тоже возили немало животных. У нас переболело пироплазмозом. Это такое заболевание, которое нельзя упускать. То есть надо вот в первые же дни желательно доставить животное в клинику. Не все клещи-переносчики, но большинство из них передают данную инфекцию. Конечно, ветеринары надеются, что снабжение восстановится. Если не через Европу, то через Дальний Восток препараты будут завозить. Проблема в том, что это наверняка отразится на стоимости. Притом, что импортеры, задравшие цены в марте, пока не сильно спешат их снижать. Несмотря на то, что курсы валют вернулись к показателям двухлетней давности и даже больше. Временным выходом, возможно, станет сертификация некоторых медикаментов, используемых для лечения людей. А в перспективе необходимо налаживать поставки из других стран. И начинать выпуск своей продукции для ветеринарии.